Изменится ли служба окружных стражей правопорядка? Как проходит реорганизация федеральной миграционной службы в Нинецком округе? И какую работу предстоит провести для уменьшения числа преступлений? На эти и другие вопросы журналистов местных СМИ ответил новый начальник УМВД России по Нинецкому округу Олег Яковлев. Олег Яковлев назначен на должность руководителя Управления Министерства внутренних дел России по Нинецкому округу указом президента от 12 апреля текущего года. Ранее Олег Николаевич служил в Чувашской республике. Наш город и округ в целом называют специфическим из-за труднодоступности и разбросанности населённых пунктов. А говоря о городе, отмечает его компактность. Что нравится? Маленький, компактный. За три минуты могу оказаться у прокурора, за три минуты могу оказаться у губернатора. Работать легко в том плане. То есть контролировать можно. Что суровости условий. Я вот два года жил в Магадане. Здесь получше. Значительно получше. А вот по статистике правонарушений с начала года наблюдается значительный рост. Первую очередь это преступления в области информационных технологий, хищение денег с банковских карт, мошенничество посредством телефонной связи. Чаще всего схема обмана классическая. Родственник задержан за дорожно-транспортное происшествие или иное правонарушение. А для его вызволения необходимо внести кругленькую сумму. Чаще на эту уловку попадаются поживые люди. В большинстве своем такие преступления остаются нераскрытыми. В последующем мы производим расследование по этому делу. Выходим на телефон, который зарегистрирован на несуществующее лицо и производят обрыв вот этой нашей цепи. Как дальше искать? Раскрывать эти преступления очень тяжело. Также рост статистики преступления в регионе связан с изменениями в уголовный кодекс. Речь идет о повторном административном наказании при управлении автотранспортом в нетрезвом виде. Только за прошедшие 10 месяцев возбуждено 40 уголовных дел. 40 уголовных дел. Это для округа, я считаю, тоже очень значимо. Очень значимо. И данное направление, оно только будет активизироваться. Почему, ни для кого не секрет, пьяный водитель за рулем – это потенциальный преступник. Потенциальное лицо, которое может кого-то задавить, кому-то причинить тяжелые увечья, либо какие-то имущественные последствия. Но в этом вопросе есть и положительные изменения. Отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий в алкогольном опьянении. На снижение числа ДТП будет направлена еще одна мера. На городских и искательских трассах сотрудников ГИБДД станет больше. Это поможет сократить и предотвратить опасные ситуации. В ходе пресс-конференции не остались в стороне и предстоящие изменения в структуре управления Министерства внутренних дел. В апреле указом президента России Владимира Путина упразднено отделение Федеральной миграционной службы. Теперь оно будет ходить в состав УМВД. Всего к нам переходит 28 штатных единиц. Повторяюсь, 28 штатных единиц. То есть ни одного сотрудника, которые работали раньше, когда они отделялись в отдельную структуру, все они возвращены к нам обратно. Сейчас идет процедура приема-передачи имущества, движимого, недвижимого имущества. Первое время отдел будет находиться под непосредственным руководством Олега Яковлева. Это позволит сохранить темпы работы на прежнем уровне. Ведь сейчас ОФМС предоставляет населению более 30 государственных услуг – от выдачи паспортов до контроля за иностранными гражданами. Особое внимание руководитель окружной полиции также обещает уделить преступлениям, совершенным несовершеннолетними и людьми, находящимися в алкогольном опьянении. А вот в своем новом окружении больших перемен не планирует. Говорит, здесь все на своих местах. Обещает только корректировку работы.